В социальных сетях опровергли слухи о нашествии волков. Ранее информация о стаях диких животных, которые якобы движутся из Казахстана в Умск область, тоже появлялась во всех пабликах. В управлении по охране животного мира заявили, никаких миграций не зафиксировано. Инспекторы каждый день проводят рейды на границе, объезжают угодья. Следы волков, если есть, то в единичных случаях, а фото стай – это фейк. Но пользователи продолжают сомневаться. «Я точно знаю, что в Называевском районе они есть. Видела давно, к родственникам ездили картошку помогать выкапывать, и вдоль трассы шёл один. Их там много, говорят». А вот скопление машин на омских улицах точно есть. В аварийный Омск прислали фото авто на пешеходной дорожке. Проход к магазину с товарами для реабилитации на стачечной перегородила автоледи. И получила много нехороших слов в комментариях. Вместо соцсети отправить фото на сайт ГИБДД советуют ещё одному автору. И ещё одну машину водитель припарковал прямо у подъезда жилого дома. «Заедет на тротуар в нормальных городах. И таких парковщиков на штрафстоянку отвезут». И никуда без снега. Почистить дорогу просят на улице Багнюка. На фото отчётливо видно колеи. Ещё немного осадков выпадет. Вообще не проедем, жалуется автор. Однако ему отвечают. Есть места и похуже. «Завидую вашему проезду. У меня во дворах и даже на дублёрах ещё хуже». А в частном секторе Назаозёрной на обочине вырос такой сугроб, что хоть горку делай. Весной само всё растает, комментируют подписчики. «Снег из частного сектора вывозить должны собственники домов. За свой счёт». Так ответили в администрации пару лет назад. Главное, чтобы весной никого не затопило. Соглашаемся с авторами и продолжаем читать посты об Омске. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова